Страна готовится к своему главному празднику – Дню Победы. Акция «Бессмертный полк» уже по праву считается самой народной и массовой. В Иванове все пройдет по уже традиционному сценарию. Формирование колонны начнется в 14.00 на Шереметьевском проспекте у мемориала героям фронта и тыла. На сбор есть час, но можно подойти немного раньше. Если портрет ветерана захочет пронести вся семья и старшее поколение и дети, это только приветствуется. Если в семье не сохранилась информация о родственнике ветеране, допустимо добровольное участие граждан в шествии 9 мая с портретом павших в Великой Отечественной войне, не являющихся их родственниками. Миллионы павших молодых воинов не успели создать семьи, а члены их семьи ушли из жизни. Информация об одиноких участниках войны содержится в военных комиссариатах и советах ветеранов. Поясняю. Дорогие наши друзья, гости, жители, каждый может принять участие в бессмертном полку. Вне зависимости, есть ли у него портрет ветерана или нет. То есть он может пойти даже не со своим родственником. Шествие стартует от мемориала в 15 часов. Колонну будут сопровождать 200 волонтеров, которые прошли инструктаж в Росгвардии. Полиция, скорая помощь также будут обеспечивать порядок и безопасность. Возможность попадания транспорта, она исключена, я имею ввиду извне. Поэтому для участников, конечно, я хотел предупредить, что Шереметьевский проспект, улица Ленина до площади Пушкина, то есть точнее у нас получается до Краевического музея будет перекрыта. Поэтому для людей, кто приезжает на собственном транспорте, чтобы они это просто учитывали. Пройдет колонна по Шереметьевскому проспекту, через площадь Революции, по проспекту Ленина и завершится шествие на площади Пушкина. Там участников бессмертного полка ждет концертная программа, выставка военной техники и ретроавтомобилей. Будет работать экспозиция поисковиков, сводного поискового отряда поиск. Члены этого отряда будут помогать людям находить информацию о пропавших без вести родственников во время Великой Отечественной войны. И студенты Энергоуниверситета проведут акцию «Блокадный хлеб». Всем желающим будет представлен на пробу порции порционный хлеб, изготовленный по рецептуре блокадного хлеба. Всего подготовлено около 3000 таких порций. В 2018 в акции приняли участие более 20 тысяч человек. Предполагается, что в этом году будет не меньше, а то и больше. Присоединиться к полку можно и по ходу шествия. Не у всех желающих есть возможность пройти весь маршрут целиком. Но тут важно не расстояние, а скорее народное единство в желании помнить и быть благодарными.